Всем привет! С вами Едти и в данном видео я бы хотел предоставить вам небольшую часть статистики по отношению к рискам смертей при применении анаболических стероидов. То есть постараюсь ответить на вопрос, насколько реально опасны стероиды с точки зрения аналитики смертности за определенные годы среди пользователей анаболических стероидов, людей, которые их используют, и среди тех, кто не использует анаболические стероиды. Так вот, в чем суть? Я думаю, что можно бесконечно слушать о том, что стероиды вредны, алкоголь вреднее, курение еще вреднее и так далее, и перемешивать все это в своей голове. Но я всегда люблю статистику и люблю цифры, потому что цифры никогда не врут, в принципе. Можно посмотреть в разрезе вероятности смертей среди тех, кто использует стероиды, и среди тех, кто не использует стероиды. Я пытался найти исследования, в которых эти цифры можно было бы пронаблюдать. И все, что мне удалось найти, на самом деле, это два исследования, в которых были более-менее качественные выборки. То есть 400 плюс человек, по крайней мере. И статистика бралась в одном случае за 7 лет, в другом случае за 12 лет. То есть за определенные категории мужчин, у которых был положительный тест на применение анаболических стероидов, которых удалось встретить. Вот за ними следили в одном случае 7 лет, в другом случае 12 лет. Этого, в принципе, достаточно, чтобы сделать какую-то определенную сводку статистических данных. Ранее я неоднократно пытался анализировать такую тему, как побочные эффекты при применении анаболических стероидов, в которых фигурировали все побочные эффекты, которые могут быть получены человеком, связанные, как правило, с увеличением смертности в связи с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы, тромбообразования и так далее. И в таких исследованиях обычно фигурировала цифра увеличения рисков смертности в 4,6 раза. Вот если мы переведем, то обнаружим такую цифру, как риски в 4,6 раза выше среди пользователей анаболических стероидов, среди тех, кто постоянно находится на курсе. Если перейти к первоисточнику, то он, опять же, посвящен больше разбору всевозможных побочных эффектов от применения анаболических стероидов. И такая цифра, скорее всего, высосана из пальца. Ну, либо там была очень маленькая подборка. Я не знаю, я не смог докопаться до сути, потому что перешел на первоисточник, как вы видите. Здесь ничего подобного не сообщается. То есть, просто предположили на основе огромного количества побочных эффектов и каких-то других данных, что эта вероятность может увеличиваться в 4,6 раза, если вы применяете стероиды. То есть, умереть в любой момент времени по независимым от вас причинам, по всем вместе. Так вот, что касается реальных цифр, в которых сравнивались люди, применяющие стероиды, и их ровесники, не применяющие стероиды. То есть, две категории людей. Так вот, в одном заследовании отсеяли что-то порядка 400 человек, в другом порядка 500 с лишним человек. И сравнили с категорией людей, которые не употребляют анаболические стероиды. Так вот, те, кто дали положительный тест на применение стероидов в определенный момент времени, за 6 лет в одном заследовании, да, одно шведское, другое датское было, в одном заследовании за 6 лет, значит, вероятность смерти у пользователей стероидов была в 2 раза выше, чем среди людей, которые не употребляли анаболические стероиды в разрезе. То есть, вот категория конкретно, 500 с лишним человек, они умирали в 2 раза чаще среди них, да. Например, там, среди неиспользующих стероиды, из 500 человек умирало там всего 10 человек, а вот среди пользователей стероидов 20 человек. Вот такая статистика за 6 лет. Когда бралось второе исследование, то была получена цифра в 3 раза увеличение смертности среди пользователей анаболических стероидов. И как раз эта выборка была за 12 лет. То есть, 12 лет наблюдали за тем, сколько человек все-таки погибнет из данной выборки, из тех, кто использовал стероиды, против тех, кто их не использовал. И там также отмечались цифры посещения больницы. То есть, в категории использующих стероиды, как правило, в 2 раза чаще люди обращались за помощью к специалистам. Ну, то есть, к медработникам, да. И поэтому люди, которые не используют стероиды в этой категории, конкретно за 12 лет, в 2 раза реже обращались к врачу. Но это, в принципе, много уже о чем говорит. И нет там цифр 4 или 5 раз увеличения смертности. Но в 2-3 вполне реально. И это, как вы понимаете, огромная такая цифра. То есть, если, например, ну вот грубо говоря, да, 30-летних людей 100 человек сядет на стероиды, а 100 человек продолжат тренироваться натурально, то за следующие 10 лет в категории людей, использующих стероиды, умрет как минимум в 2 раза больше человека, может быть и в 3 раза больше человек, чем в категории людей, которые будут продолжать тренироваться натурально. Как минимум, это показывает, что к коннаболическим стероидам нельзя относиться, как просто, там, к каким-то таблеткам, да, которые, ну да, имеют свои побочные эффекты, но алкоголь же хуже, курение еще хуже и так далее. Можно бесконечно об этом рассуждать, но статистика смертности говорит о том, что бесконтрольный прием анаболических стероидов, как раз оценивалось, что кто как курсит, кто как захочет, да, приводит к тому, что вероятность умереть повышается в 2-3 раза, в связи с огромным количеством побочных эффектов, которые имеются за анаболическими стероидами. Надеюсь, данная статистика была полезна для вас, это вот голые цифры, вы можете перепроверить данные исследования в описании. В принципе, на этом все, с вами был Ети, до новых встреч!